Как быстро наши шампанские потребности будут удовлетворены. Поехали. Давайте в космосе выступим. Свитер, который ты покупаешь на Рождество, с рождественским свитером, короче, чем позорнее, тем круче. Пиво. And why not? Мы сейчас впервые видим пьяного гида по Лондону. Так, меня зовут Константин Пинаев. Почему ты ходишь в цилиндре? Я хожу в цилиндре, потому что мы в Лондоне, и Илья тут единственный не ходит в цилиндре, за что его скоро оштрафуют, на самом деле. То есть здесь такая мода, без цилиндра никак нельзя. На самом деле я гид. Гид по Лондону. Гиды иногда ходят с зонтиками, иногда ходят с палочками, какими-нибудь флажками. Мне кажется, это как-то не так красиво. И вокруг Лондона за 40 шагов. Мы, собственно, показываем настоящий Лондон. Поэтому ходим в настоящих цилиндрах. Так, мы сейчас находимся в закоулках Майфера. Вообще, Майфер это такой район, где на стенах рисовать не принято. Но тут есть и бетонные стены, на которых вот там раз-два на уровне третьего этажа. Бэксин нарисовал работу, которая называется Shop Until New Drop. Ну, то есть, надо закупаться, пока не упадешь. Особенно актуально в декабре, когда у всех окончательно фунты в глазах становятся, да, и бесконечное количество шоппинга по случаю Рождества. Это реально для магазинов самое-самое активное время, когда они за один месяц делают примерно шестую часть годовой выручки. Да, мы сейчас сидим в ресторане, который не все знают, что он русский. Но это ресторан в Сохо, который называется Bob Bob Ricard. Ресторан, который создал, ну, один из основателей, это Леонид Шутов. Причем ресторан, по-моему, уже года 2010-го, что ли. У него немного такой ордекошный вид. Самая крутая фича этого ресторана, это, конечно, вот эта кнопка, где написано просто шампань, то есть нажать для шампанского полное декаданство, как Варнамов и просил. То есть мы нажимаем кнопку, и к нам приезжает тележка с шампанским. Тележка с шампанским, и пока мы все не выпьем, она от нас не отъедет. А что мы сидим? Так давай нажмем. Нажимаем? Давай, сейчас будем проверять. Засекай, давайте я поставлю это. Надо, надо. Сейчас я засеку тогда время, и посмотрим, как быстро к нам, да, как быстро наши шампанские потребности будут в Генгитарины. Поехали. Как стюардесса. Стюардесса в самолете. Должно над нами такой пинг загореться. 10 секунд уже, шампанского все нет. Шампанского нет, у меня ломка. А шампанского все нет и нет. Посмотрим, сейчас должны люди зашевелиться. Причем, уже 2 минуты 49 секунд сидим без шампанского. Время идет. Никаких сил уже нет, если честно, без шампанского. Но держим барламу изо всех сил в руках. Да. Мы сейчас впервые видим пьяного гида по Лондону. Костя напился. Костя, он как перелетная птица. У него навигация не отключается вообще вне зависимости от количества выпитого шампанского, водки, вина. Почему здесь попугаем? Мы сейчас вышли на самую модную улицу 60-х годов. Это улица, которая называется Карнаби. Это реально самая-самая главная улица 60-х годов. Вот как сейчас Брик Лейн, это в Шордиче, самая модная улица, где вот надо себя показать, на других посмотреть. Вот точно так же 60-е годы. Роллинг Стоун здесь выступали. И в далекие 60-е годы Джимми Хендрикс тут выпустил попугаев. Для того, чтобы сделать Лондон более цветным, более веселым, более разноцветным. Не таким серым, как он сейчас. Живых попугаев. И на всякий случай я скажу, но сейчас в Лондоне живет 55 тысяч попугаев. Каждый раз, когда теперь видят лондонца попугаев, они думают, что это вот у Джимми Хендрикса улетели. На самом деле они еще с 19 века живут. Еще из колонии привезли, потому что, опять же, они там плохо лежали. Кто еще не в курсе, у нас все, что плохо в колониях лежало в 19 веке, оно уже давно лежит в Лондоне. В прошлом году у нас сделали фестиваль света, который назывался Люмьер. Офигенное абсолютно событие было, когда на улице Лондона сумели вытащить миллионы человек. Одна из инсталляций световых прошлого или даже позапрошлого года, это вот эта ходящая женщина. В этом году обещают повторить, так что должно быть круто. Это Достоевский, а это Ломоносов. Там, давайте так, у нас за моей спиной сейчас находится... Камеру хватает. У меня уже все, да. Находится мозаика, которая называется Spirit of Soho. Там находится мозаика. Мозаика Spirit of Soho, да, которая переводится либо Дух Soho, либо Spirit Soho. Это сомнительного художественного свойства мозаика, на которой несколько вещей видно. Вот там, если на часы посмотреть, там человек с книжкой, на которой написано DK, это Dark Capital. Это самый настоящий Карл Маркс, который жил в Soho, недалеко от нас, где мы находимся. Там же Казанова, он подмигивает. Мы, короче, не будем ждать четырех часов, потому что там начнется магия из серии театра Образцова. То есть сомнительного свойства механика. Карл Маркс будет пить Кока-Колу, а Казанова будет посылать воздушные поцелуи. Но будет немножко выглядеть так, как в фильме «Чужой». Если помните, да, ну такие челюсти. Вот примерно такого же свойства. И тут они все пронумерованы и даже написаны. 44. 44 это Пол Верлейн. Блядь. Всем известный. Заяц верхом на собаке, верхом на британском флаге. Это отсыл к тому, что такое Soho. Soho, ну, одна из версий, это то, что это такой охотничий клич был. Soho, это вот тогда, когда это все, это были охотничьи угодья. И чтобы чужих людей не попортить и не прострелить случайно, они друг другу во время охоты кричали Soho, чтобы слышать друг друга. За моей спиной работа известного довольно уличного художника по имени Инвейдер. Инвейдер это товарищ, который появился еще в конце 90-х. Человек, который впервые понял, что вот эти маленькие плиточки, которые в советские времена советские дети собирали, они ему напоминают пиксели. Пиксели, и он придумал игру, точнее, вспомнил игру, которая называется Инвейдер. Это игра, не поверите, еще с 79-го года. Игра, где вот на вас такие инопланетяне надвигаются маленькими такими рядами, вы от них отстреливаетесь, и он начинает вот такие выкладывать героев игры Space Invader по всему городу. Они держатся надежно, и он их везде-везде выкладывает. Это раз, это два, это три. С одной стороны минимализм, с другой стороны реально довольно прикольно. Если вы когда-нибудь поедете в город Монпелье, берите бумажную карту, ставьте точку там, где видите Инвейдера, и если вы все правильно сделаете, то оно должно на карте Монпелье выложиться в одного большого Инвейдера, чтобы из космоса видно было. Сериал «Шерлок», первая серия, с Ватсом все еще ходят с палочкой, и они идут в ресторан. Ресторан, в котором... Заходят. Ресторан, в котором они сидят, и к ним выходит официант, и говорит, «Шерлок, я тебе должен, поэтому тебе, твоему бойфранду, все бесплатно». За что они начинают смущаться, после чего они бегают за водителем Кэба. Ресторан, в котором они сидели, это вот он. Вот этот. Это тот самый ресторан Брэндиса. Мы сейчас стоим возле паба в Сохо, который называется Джон Сноу, и многие могут подумать, что это про Игры престолов. На самом деле Джон Сноу имеется совсем в виду другой. Это человек, доктор, эпидемиолог середины 19 века. Это человек, который позволил городам снова расти. Если отматывать середину 19 века, Лондон это уже почти 2,5 миллиона человек, и почти, опять же, 2,5 миллиона выгребных ям. То есть это город, в котором все еще нету полноценной системы канализации. Поэтому мыть руки тоже еще не научились. Перед едой. Перед едой. Поэтому все очень грустно. И одна за другой идет вспышка холеры. Тогда считалось, что холера распространяется по воздуху. Вот точно логично на самом деле было. Как только тепло в городе, да, начинает плохо пахнуть, все заболевают, потому что бактерии распространяются. Человек по имени Джон Сноу, у него была теория, что это все распространяется на самом деле через воду. И в середине 19 века, 50-е годы, здесь, в Сохо, что тогда был очень неблагополучный район, самые настоящие трущобы, здесь идет вспышка холеры. Все идут, все отсюда наоборот убегают, все в рассыпную. Человек по имени Джон Сноу идет сюда и делает то, что мы бы сейчас назвали самой настоящей инфографикой. Он идет по этим улицам, заходит в дома и спрашивает, сколько человек у вас заболело, сколько человек у вас умерло. И вот на этом графике хорошо видно, сколько человек здесь умерло. Вот именно на этих улицах, где мы сейчас стоим, здесь не надо быть, да, математиком, чтобы видеть, да, чтобы видеть вот эпицентр, вот этого всего. Здесь, недалеко отсюда, находился колодец. Колодец, в котором, вот как раз по версии Джона Сноу, находилась зараженная вода. То есть его мышление было, что это все распространяется не через воздух, а через воду. И он и предлагает парламенте уже вечером заткнуть этот колодец. Вот эпидемия холеры сходит на нет через три дня буквально. Обычно это все длится неделями, а тут через три дня это все сходит на нет. У них несколько, они не смогли тогда через микроскоп, через вот эту холерную палочку выявить, да, но они смогли доказать по косвенным таким свидетельствам. Во-первых, здесь была семья, в которой никто не заболел, при том, что в их доме все заболели, потому что они любили воду из другого колодца. Недалеко отсюда, это самая крутая часть, был мужской монастырь, в котором никто не заболел. И они бы тогда сказали, что им Бог, их Бог уберег, им Бог помог. Расследование показало, что они пили пиво. Так, смотрите, за моей спиной место, откуда выходил Дэвид Боуи в 72-м году, когда он записал альбом «Зиги Стардаст». Облажка альбома была сделана здесь, и Варламд у нас великий урбанист, поэтому я на всякий случай покажу, что сейчас эта улица у нас, по-английски это называется «Педестрия Наст», то есть от пешеходина по полной. И здесь исключительно пешеходы, исключительно красивые фонерики, исключительно рестораны, а еще в далеком 1972 году здесь была проезжая дорога, на которой можно было парковать машины, сбрасывать мусор, и всякие непотребства были. Мы сейчас находимся на Хэддон-стрит, и вот на ней, собственно, была сделана обложка ресторана. А, ресторан. Никто бы не заметил, Костя, что ты пьяный. Не обращай внимания. Обычно люди так вот всегда заплетаются, ходят айпады. Костя Пинаев – это один из немногих людей, которые умеют пить и держать себя в руках. Он до сих пор не разбил айпад. Хотя все другие на его месте, после того количества алкоголя, который мы выпили за обедом, они бы айпад уже разбили. Самый настоящий искус... Это самое настоящее... Так, я там айпад пробовал. Самый настоящий искус... Ты пьяный гипотон кидает айпады. При этом, обратите внимание, что человек успешный, у него дорогой айпад. Это какой он называется? Плюс, ВИП, как он называется? Про чего-то. Про, да, про чего-то. Самый большой, дорогой. Он купил себе айпад. Про что-то. Вот. У него цилиндр, которому 100 лет. Я прав, прав? Плюс-минус, да. 5 лет, я бы сказал. Да. В 1920-е годы запретили такие цилиндры делать, поэтому, если вы видите, что цилиндр немножко переливается, это, скорее всего, 1920-е годы или ранее. Мы сейчас находимся на улице, которая называется Savile Row. Если кто японский знает, я уверен, половина зрителей YouTube знает японский, Savile Row – это, значит, ну, такой западный костюм деловой. Savile Row – это улица, на которой все деловые костюмы, все портные находятся. Вот как у нас Xerox, так же в японском Savile Row – это, значит, западный костюм. Улица, на которой дом номер 3 – это то, где находилась компания Apple. Apple, я имею в виду не Apple Macintosh, а Apple, которая звукозаписывающая, ну, или просто такая творческая компания, Beatles. Это, на самом деле, было больше, чем звукозаписывающая компания. Это была компания, которую они создали для того, чтобы помочь творческим людям что-нибудь такое создать. Создать в обход, я имею в виду творческой, в обход таких традиционных схем, типа кровати продюсеров, типа образования, арт-образования классического. В итоге это все в 60-е годы превратилось то, что любой, кто стучался в дверь номер 3 по Savile Row и говорили, что хочу полежать на сцене, помычать в мешке каком-нибудь, да, и мне для этого нужно 6 тысяч фунтов. Они спрашивали, сколько? И вы говорили, 6 тысяч, они вам выписывали чак. В общем, это место, где все тайм-уэстеры приходили и говорили, что мне нужно огромное количество денег. И здесь была звукозаписывающая компания Apple. В 69-м году они уже все ссорились, и они думали какой-нибудь такой концерт грандиозный забабахать. Маккартни всем и говорил, что давайте поедем в турне. Уже вот 4 с лишним года не ездили в турне, уже давно пора, мы ссоримся от безделья, да. Вот берите пример с Rolling Stones, с тур на тур, не просыхая ездят. На что все говорили, что ну уже как-то не хочется, да. И это реально, это была, ну, группа, где, ну, у всех уже были деньги, многие были семейные люди, поэтому никому уже не хотел в турне ехать. И Маккартни говорит, ну, давайте, давайте в космосе выступим. Потом мы объяснили, что немножко будет тяжело в невесомости струны настроить, да. Потом они решили в пустыне выступить, потом на замерзшем узе. И в итоге Ринго и говорит, что давайте выступим на крыше, просто чтобы уже выступить на крыше вот этого здания, которое мы снимаем. Вместо космоса они выступили на крыше вот этого здания. Да, да. Можно было догадаться, что что-то пойдет не так. Из этого здания позвонили трижды и сказали, что шумят, молодежь какая-то, да. Если смотреть песню, Get Back, это последняя песня, которую они, собственно, исполнили, на заднем плане стоит полиция. Они в таких смешных комбинезонах стоят, и у них рожа протокольная, но глаза горят. И, собственно, играют последние ноты, и сами того не зная, играют, на самом деле, последний раз вместе. Если смотреть внимательно, вот эти самые кадры, там видно, что Битлз на самом деле поссорились друг с другом. То есть они когда выходят на крышу, уже никто не хотел играть, уже друг друга терпеть не могли. Но вот, да, считайте, что часть истории. Сейчас там оберкомбин фич какие-то находятся, да, вот наверху когда-то давно состоялся последний концерт Битлз. Великобритания – это страна традиций, поэтому здесь принято делать все так, как раньше делали. Поэтому смотрите, возле телефонной будки у нас находятся рекламы дам легкого поведения. Кто еще немножко другого поколения, я объясню. В далекие времена, когда вам было скучно, когда вам было одиноко, вы заходили в телефонную будку, выбирали даму, которая вам была ближе к сердцу, набирали ее телефон, сейчас тебя опять в Ютюбе заболел, кстати, набирали ее телефон и говорили, что вы одинокие и вообще хотите встретиться с мадамой. А сейчас традиции надо чтить, поэтому это до сих пор это расклевает. в телефонную будку и сели рекламы присуток. Да. Кто не знает, наконец мы в этом сейчас. Илья Варламова. Илья, когда слишком много лайков получает, он начинает танцевать на рояле. Поэтому мы идем в кафе, которое называется «Рояль». И есть надежда, что там Илья и продемонстрирует свои скилзы. Костя уже нализался до того состояния, что не может говорить. И ему кажется, ему кажется, поскольку он давно уехал из России, ему кажется, что если он будет через фразу вставлять «высурковская пропаганда», то я не смогу публиковать это видео. Костя, смотри, во-первых, Лаиса Фьюевич уже не отвечает за пропаганду. Ну, это я не знаю, новость для тебя или нет, хорошо это или плохо, но сегодня он занимается вопросами Украины и пропагандой уже не занимается. Сейчас вопросами, которыми в свое время занимался Сурков, занимается Кириенко. Вы – «Кириенковская пропаганда». Это пьяный гид, Костя Пинаев. Несмотря даже на то, что он залился от такого количества алкоголя, от которого обычно люди умирают, он все еще может говорить, где мы. мы сейчас находимся в самом сердце Лондона на улице, которая называется Пикадилли Сокес. Пикадилли Сокес, она знаменит на самом деле своей рекламой, которая вот буквально за моей спиной сейчас находится. И несмотря на все заверения, Пикадилли Сокес это никакой не цирк, Сокес имеется в виду круговое движение. Круговое движение, да. в которой будет написано, что Пикадилли Сокес это цирк Пикадилли. Или Октфордский цирк, который Октфордский цирк. На самом деле круговое движение, конечно же. Настоящие фанаты из Севентин, тот знает обложку альбома, которая называется Apple Night, которая была сделана недалеко отсюда. Это то, собственно, почему я приехал в Лондон. Это то, собственно, почему я остановился в двух шагах отсюда. У нас тут продаются самые настоящие модные аксессуары декабря 2017 года. Кто не знает, у нас есть такая вещь, как Christmas sweater. Это значит, что свитер, который ты покупаешь на Рождество с рождественским свитером, короче, чем позорнее, тем круче. И это реально, без шуток абсолютно. Покупаешь, надеваешь, и вот чем более уверенный ты в себе и в своей сексуальности, тем стрёмней, позорней у тебя свитер. Варнолу поэтому такой. Израиль Флорен на свитер. За моей спиной невероятно крутые ворота. Мы входим в Chinatown. Обратите внимание на то, какая мощь китайского пластика современного. Эти ворота поставили буквально недавно, когда приезжал великий генсек Китая под названием Си Цзэмпин. Совершенно верно. и голосом Девина Этимбера я скажу И даже здесь след русского бизнеса. За нашей спиной находится ресторан Burger & Lobster. Это ресторан Михаила Зельмана. Тот самый, который в своё время давным-давно в Москве ещё создал стейк-хаус Гудман. А теперь в Лондоне создаёт очереди в ресторане Burger & Lobster. То есть мы прямо под китайской вот этой аркой. У меня очки, господи. Что это? Мы сейчас находимся в пабе, который называется Lemon Flag. Паб здесь находится с 1620-х годов ещё. И здесь самая крутая атмосфера в Ковенгарде. Так, мы продолжаем спаивать нашего гида. Громко. Давай, Костя, покажи, на что ты способен. Пиво. И почему не? С同じ стайл, но не так. Значит, Юрий берёт Абан. Я взял водки двойной дабл-шот это здесь. Ну, есть шоты маленькие. Взял водки. И только лонганские гиды знают, как надо эффективно пьяный гид Костя взял себе пинту Гиннесса. Не взял, мы его сейчас пристыдим. Я думаю, что... Почти. Здесь ещё Чарль Диккенс бухал. Мы бухали уже, где бухал Оскар Вайлд. Оскар Вайлд. Ван Гог. Где Оскар Вайлд бухал, где бухал Ван Гог, и сейчас мы бухаем, где Чарльз Диккенс бухал. Подожди, в каждом городе есть бар, где бухал Хемингуэй. Есть такой в Лондоне? То же самое абсолютно про Чарльза Диккенса есть. Недавно видел в интернете. Подборка называется 10 пабов Центрального Лондона, в которых не бухал Чарльз Диккенс. Это большая редкость, но вот здесь бухал. Так, значит, дорогие друзья, только что произошла неприятная история. Костя вынул у меня карту памяти из камеры, потому что сказал, что находясь в нетрезвом состоянии, я его пытался скомпроверить. При этом он спокойно ещё кричал официантам, что надо идти ещё. Всё, Костя. Я говорю, не вина, это я и Илья Варламов обещал всё выразить из видео. Всё. Всё, рады были тебя видеть. Хорошо. Ферштейн? Плеск. Ты по-английски давай. Илья, рада увидеть. Субтитры подогнал «Симон»!